Нормандская четверка в лице министров иностранных дел России, Германии, Франции и Украины провела новый раунд переговоров по кризису в Донбассе. Консультации в Берлине продолжались более трех часов и были непростыми. Но по некоторым вопросам удалось продвинуться вперед. Как шло голосование позиций в преддверии встречи лидеров четырех стран 2 октября и правда ли, что поменялась тональность разговоров, узнал наш Сапкор Иван Благой. Ну и как мы выглядим? Все выглядело отлично, отлично от тех встреч, которые были раньше. Оружие в Донбассе сейчас молчит и это лучшее время, когда могут говорить дипломаты, причем на этот раз не повышая голоса. Общее мнение, закрепить хрупкое перемирие сейчас должен отвод от линии соприкосновения вооружений калибром менее 100 миллиметров. Мы заслушали руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который подтвердил, что проект соглашения на 90% готов. Остается досогласовать некоторые детали, но, как всегда, в этих деталях дьявол. Детали в этих переговорах всегда были главной сложностью. Дело в том, что Украина текст минских договоренностей в принципе толкует по-своему. В первую очередь это касается местных выборов и гарантий особого статуса Донбасса. Здесь мы, как и раньше, имеем чрезвычайные, дипломатическим языком я подчеркиваю, чрезвычайные разногласия в наших взглядах. Мы понимаем, что нам необходимо обсуждать модальность выборов. Окупированные территории, боевики. Набор слов, с помощью которых Павел Климкин описывает ситуацию на юго-востоке Украины, не изменился. Как и прежде, было непросто, однако я могу с облегчением сказать, что сегодня было меньше конфронтаций, чем раньше. По некоторым вопросам мы смогли продвинуться вперёд. Но нужно нечто большее. Скоро наступит холода. Как считает Штайнмайер, нельзя допустить, чтобы население Донбасса в эту зиму так же страдало, как и в прошлую. При этом положение в ряде населённых пунктов настолько тяжёлое, что порой не хватает даже питьевой воды. Водопроводы перебиты, а ремонтировать их под постоянными обстрелами долгое время было просто невозможно. Там очень тревожная ситуация. ОБСЕ её квалифицируют как в известной степени нарушение норм международного гуманитарного права, которые требуют не чинить каких-либо препятствий для обеспечения свежей водой гражданского населения в зоне конфликтов не международного характера. Время неумолимо. Через несколько месяцев наступит крайний срок для выполнения пунктов минских договорённостей. Возможно ли, что минский процесс продолжится и в 2016-м? Сергей Лавров этого не исключил. Для нас, повторю, важно не какие-то искусственные сроки, дедлайны, а существо договорённости. Они прежде всего зависят от эффективности прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганством. И хотя пока в этом вопросе успехов почти нет у Сергея Лаврова, в целом сложилось, цитата, скорее позитивное впечатление от переговоров. Следующая встреча в нормандском формате уже на высшем уровне должна состояться в Париже 2 октября. Чтобы этот саммит имел результат, а встречаться просто ради встречи никто не будет, для переговоров должны быть созданы особые условия. И в Берлине министры определили, что конкретно нужно сделать. Так, до начала октября о контактной группе по Украине надо постараться найти решение проблем гуманитарного характера. Что же касается отвода вооружений калибром менее 100 мм, соглашение об этом может быть подписано уже на следующей неделе. Иван Благодим, Дмитрий Волков, Андрей Михайлов, Первый канал, Берлин.